Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Репива Анна, я студентка второго курса филологического факультета Владимирского государственного университета имени Александра Григоровича Николая Григоровича Столетова. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одном из самых талантливых произведений Евгения Замятина – рассказе «Пещера». Это произведение содержит богатейший материал для осмысления наиболее важных примет Замятинской стилистики и его мироощущения. Толчком к созданию рассказа послужило незначительное, на первый взгляд, жизненное впечатление. «Ночное дежурство зимой, на дворе, 1919 год», – вспоминает писатель в статье «За кулисами». Мой товарищ по дежурству, а зябший и сглодавшийся профессор, жаловался на здоровье. Хоть в пору красть дрова, да все горе в том, что не могу, сдохну, а не украду. На другой день я сел писать рассказ «Пещера». Но, как и всегда, рядовой житейский эпизод под пером настоящего писателя превращается в грандиозное обобщение. Ледники, мамонты, пустыни, ночные, черные, чем-то похожие на дома скалы, в скалах пещеры. Само название рассказа «Пещера» наводит на мысль о чем-то древнем, холодном и опустевшем. Это слово в рассказе Замятина приобретает особый смысл, становится отражением состояния душ людей, вместе с благами цивилизации, потерявших все человеческое. В древности пещеры служили для людей кладбищем, жилищем, в них поклонялись богам и принимали пищу. Для людей, вынужденных вести битву за выживание, их комнаты – целый мир. Спальня стала для Маши и Мартина Мартиноча, главных героев произведения, не только последним оплотом, но и местом поклонения своему ржаво-рыжему жадному богу – печке. Позднее спальня становится и местом смерти Маши. Пещера – это сквозной образ, проходящий через все произведения и обозначающий запустение и разруху. Эта разруха царит не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России, в душах и головах людей. Именно в душах и поселился каменный век. Между скал, где века назад был Петербург. Автор рисует перед нами картину сурового быта петербуржца. Холод, голод, борьба за каждый прожитый день. Будто сцены блокадного Ленинграда встают перед нашими глазами. Удивительно то, что рассказ был написан в 1920 году, задолго до блокада Ленинграда. В те времена были не менее страшны. На страницах пещеры нашли свое отражение жуткие символы постреволюционных лет. Лепешки из картофельной шелухи, морозы, отсутствие дров и светлые воспоминания героев, как последний оплот человечности. Великий город скован льдом, и надежды на его возрождение нет. Ведь в суровых условиях выживает лишь тот, кто способен победить себе человека. Выживает сильнейший. Мартин Мартиныч и Маша, не способные расстаться с духовными ценностями и бросить в печку книги, никак не вписываются в формат новых людей. Название рассказа указывает нам на возвращение общества к нижнейшей ступени эволюции, на его деградацию, а позже гибель. Образы Маши и Мартин Мартиныча занимают центральное место в рассказе. Они – символ умирающей интеллигенции, не способны перешагнуть через собственную порядочность ради выживания. Лишь однажды утром Мартин Мартиныч переборол собственное «я», когда украл дрова у Обертышева. Но делает он это не ради себя, а ради еще одного дня Машиной жизни. Мартин Мартиныч и Маша – это символ уходящей эпохи. Они не смогли распрощаться с роялем, книгами и обстановкой комнаты даже под угрозой смерти. Эти люди обречены на гибель, им нет места в Новом Петербурге, в отличие от Обертышева, который ради выживания готов на все. После самой суровой зимы наступает весна, а после каменного века наступит век возрождения. Но автор не дает стране шанс на светлое завтра. Будущее России – это Обертышевство, и спокойно жить в ней смогут только те, кто не остановится ни перед чем ради спасения своей жизни. Через весь рассказ Замятины проходит образ мамонтейшего мамонта, еще одного символа новой эпохи. Еще неизвестный и страшный, но уже готовый прийти на смену старому веку. Геральдисты утверждают, что мамонт – это символ мужества и выносливости. Но не стоит забывать, что мамонты – это вымершие животные. Таким образом, автор показывает, что новая страница в жизни России будет недолговечной. И, в конце концов, каменный век, царящий в человеческих душах, разрушит и ее. Рассказ имеет кольцевую композицию. Первый абзац произведения представляет собой ряд метафор, призванный погрузить нас в мрачную атмосферу Петербурга каменного века. Среди них выделяется гиперболический образ мамонтейшего мамонта, создающий жуткую атмосферу неясности и ожидания чего-то страшного. Заканчивается рассказ таким же метафорическим рядом, описывающим страшную безлунную ночь, опустившуюся на город. Метафоры пронизывают весь рассказ, наполняя его холодом и отчаянием. С помощью данного средства выразительности, Замятин превращает каждую деталь рассказа в символ. Пещера – это разруха и деградация. Мартин Мартиноч и Маша – символ уходящего века. Рояль, книги, письменный стол – это отказ героев обменять духовный мир на лишний день жизни. А мамонт – это образ новой эпохи. С помощью метафор автор описывает моральное разложение обертыша и превращение его в зверя. Замятин является создателем метода неореализма и в своих произведениях соединяет реальность и фантастику. Для того, чтобы передать эффект нереальности, автор активно использует гиперболизм, намеренно преувеличивая образы и действия рассказа. Например, мамонтейший мамонт создает ощущение чего-то огромного и страшного, а обожествление печки наводит на мысль о возвращении человека к первой ступени эволюции. Замятин активно использует антитезу, противопоставляя заснеженный Петербург описанию весеннего города, где Маша и Мартин Мартиноч были так счастливы. Автор сопоставляет детали обстановки спальни главных героев. В ней есть вещи каменного века, топор, космотые шкуры, дрова и те, которые являются напоминанием о прежней жизни. Пианино, книги, письменный стол. Даже образы главных героев автор противопоставляет. Прежнюю Машу, добрую, веселую, ласковую, он сопоставляет с бумажной, лежащей на кровати, чей голос будто ножом по стеклу. В душе Мартин Мартиноча происходит разлом, еще одна авторская антитеза. В нем борется прежний Март, чье воспоминание не позволяет отречься от своих принципов даже в трудные времена, и новый Мартин Мартиноч, проигрывающий неравную схватку с суровым каменным веком. Гиперболичность подчеркивает избыток тавтологий, который Замятин использует для усиления эффекта и расстановки смысловых акцентов. Мрачную обстановку также усиливает порцеляция, используемая автором на протяжении всего произведения. Раздробление единого предложения на отдельные слова или словосочетания помогает создать определенный ритм, более всего похожий на быстрый шаг того самого мамонтейшего мамонта. Ритмичность будто указывает на то, что новая эпоха неумолимо приближается. Строгий ритм, создаваемый обилием пауз и анафорическими конструкциями, экспрессивная образность и чудовищный гиперболический образ мамонтейшего мамонта, все это создает напряженную, жуткую атмосферу. Нельзя не обратить внимание на авторские знаки припинания, которые вместе с порцеляцией и гиперболичностью помогают составить единую картину происходящего. Наиболее часто употребляемым знаком припинания в пещере является тире. Оно помогает обратить внимание читателя на главную мысль предложения и поддерживает четкий, жесткий ритм рассказа. Продолжение следует...